Я очень рада приветствовать вас на эфире. Подскажите, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно. Давайте положим пока что-нибудь, чтобы вам было видно. У меня, по крайней мере, хорошая картинка, и давайте начнем. Меня зовут Анна Гришанкова, и сегодня мы с вами поделаем очень красивые, интересные дизайны с очень красивым и интересным эффектом. Так, все, вижу, что присоединяйтесь, значит, все хорошо. Это бывает, что YouTube иногда устраивает нам сюрпризы спикером, и эти сюрпризы обычно не очень приятные, связанные с качеством видео. Все отлично. Сегодня мы будем вот такие вот делать эффекты. Это эффект вот такой вот рельефного дизайна с втиркой. Носится он совершенно прекрасно и отлично на клиентах, потому что он хоть и выглядит очень таким рельефным, на самом деле на ощупь это барельеф, он не цепляющийся. И мы подумали, что на лето, на море очень будет полезно показать такие дизайны, потому что они выглядят очень интересно. Смотрите, девчонки, что самое основное в таком дизайне? В таком дизайне, на мой взгляд, самое основное, это сделать понятным, что это вы не умеете выравнивать покрытие, чтобы оно было с идеальным бликом, а что вы это сделали намеренно, чтобы вы вот эти вот полосочки все сделали намеренно. Они так, что я ровняла-равняла, у меня ничего не получилось, с втиркой это все затру и будет вроде как блестеть и ладненько. Вот, то есть чтобы был эффект, как раз, чтобы вы это сделали нарочно. Будем работать сегодня также коллекцией, коллекцией ей Soful Morning, вон она у меня там стоит. Она очень летняя, такая прикольная коллекция с пастельными цветами. Я ее просто обожаю на лето, прям, я думаю, что самое то. И как раз тоже вот этот вот типсик у меня сделан в растяжках именно с этой коллекцией. Покажу вам свои ногти, я от них сейчас балдею тоже. Они такие очень весенние, классные. И с акварелью, с такой легкой, да, с надписями, с графикой, с поталью. Конечно, такие фантазийные, немножко перегруженные, но хочу с вами поделиться. Вот такие кайфушки у меня, смотрю на них, любуюсь. Сейчас я меня очень сильно вдохновляю. Тоже, смотрите, видите, гамма цветовая, она такая очень весенняя, весенне-летняя, нежненькая. Поэтому давайте так же примерно в такой же гамме и сделаем. Нам понадобится сначала фон. Мы будем делать сегодня два типсика. Будем делать их градиентными, поэтому я начну с такого более разноцветного, с трехслойного градиента. Градиент я делаю в своей технике уже достаточно давно, поскольку я сам градиент, знаете, очень долго пыталась победить, чтобы он был не так, что сделайте мне градиент, о боже, спрячусь под стол, а чтобы он был и мне в кайф, и клиенту в радость, и делался не так, чтобы 7 потов сошло. И для себя я вывела вот такую вот технику, в которой я сейчас как раз и буду вам показывать дизайн. Сушим. Так, и второй типсик. Второй типсик у меня будет такой более девчачный. Первый будет поярче немножко, а второй такой розово-сиреневенький. Сейчас еще со светом покручу немножко. Вот так, наверное, получше. Второй будет такой розово-сиреневенький. Тоже такой нежненький, но он будет немножко другой. Угу, это 200, ой, 415 номер, и тоже в лампу отправляем. Так, сюда мы с вами бирюзу добавляем. Это у нас будет 409. 409. Нанесли. И берем кисточку для градиента. Здесь у нас, напомню, высохший слой с вами, да. И сейчас у нас на высохшем слое есть остаточная липкость. Сейчас я чуть-чуть промою кисточку. Угу. И начинаем стягивать. Начинаем стягивать прямо вот на липкий слой, не протирая его. Просто вот растаптываем в такую невесомую дынку. Угу. Не сушим. Так, на розовый. На розовый я беру 411 номер. Это сиренево-розовый, очень приятный оттенок. Тоже так же наношу. Можно прям даже кистью из флакона полусухой сначала чуть-чуть стянуть, смотря до какой степени вы хотите, чтобы спускался градиент. И теперь кисточкой для градиента, ворсиночками, тоже так же стаптываем шлейфом вниз этот оттенок. И растаптываем его в никуда. Угу. Сушим. Особенно, девочки, вот для быстрых градиентов, которые не являются сами собой дизайном. То есть у нас может быть как? Либо градиент сам собой представляет дизайн, да? То есть это окончательный дизайн. Все, мы на него больше ничего не хотим делать. Ни втирок, ни каких-то рисунков, ничего. Это одна история. Когда у нас он должен быть идеально сделан, потому что мы больше ничего не будем добавлять. Вот, ни шерамиконов там, ни наклеек, ни слайдеров, ничего. А если у нас дизайн еще будет дополняться, то есть градиент у нас является только фоном, то мы можем немножко, условно говоря, схалтурить, да? Потому что мы же перекроем это все дело еще 35 раз какими-то украшениями. Поэтому здесь мы можем спокойно не так вкрадчиво топтать и делать этот этап намного быстрее. Угу. Сушим. Втирка, она нивелирует вот эти все неровности от ворсинок. Поэтому если мы будем работать с втиркой, а сейчас мы будем работать с втиркой, да, то вообще можно сильно не кипишевать. Так, девчонки, у меня тут небольшая авария случилась. Поэтому я, у меня просто выключилась лампа, когда я положила типсик туда розовый. И что случилось, как вы думаете? Если ты кладешь, верхний слой у тебя схватился, и сразу погасла лампа. Что случается? Вопрос на засыпку. Переделаю его. Сегодня интересный чат у нас активный. Что-то я не вижу. Напишите мне что-нибудь, пожалуйста, чтобы я понимала. Вы здесь? Так. И давайте здесь голубенького бахнем сверху. Бабах. И он у нас будет завершать. Кстати, когда вы делаете типсики, старайтесь 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 вот здесь вот красиво все организовать, чтобы там было тоже аккуратно. Очень часто, когда мастера делают, здесь неаккуратно привыкают потом. и так же на клиентах не очень аккуратно делают зону кутикулы. корсиночка. Все, бирюза с голубой вообще идеально люблю. Сушим. Почищем здесь вот. Я вот люблю, чтобы тут было прям все очень аккуратненько, даже на образце. Угу. Сушим. Так. Видимо, чат у нас сегодня неактивен. Что-то у меня в последнее время с чатом. Не могу понять, чего. Я и на других эфирах что-то его не видела давно. И сейчас не понимаю. Либо вы молчите, сосредоточенно смотрите, либо я его действительно не вижу. Так. Топчем заново. Зато мы сегодня два раза посмотрим, как топтать сиреневый по-розовому. Все. Сушим. Так. Отлично. Что теперь мы делаем? Теперь мы берем теклос. теклос. И покрываем теклосом. Покрываем теклосом. И теклос нам нужно прихватить, но не просушить. Иначе, если мы его очень сильно просушим, у нас на него втирка может не затереться. Потому что нам сейчас надо будет потом сушить подольше. То есть нам нужно его прям прихватить, чтобы он уже был без остаточной липкости. Но не до конца. Господи, откуда эти волосяки у нас сегодня? Безумные. Угу. Сушим. Так. А этот типс мы не будем вторым слоем покрывать, поскольку мне для фона вот этого будет достаточно. Качество градиента. Да? Хоть у меня он и не идеальный, но нормально все будет. И я его буду перекрывать вельвет топ-гелем. Вельвет топ отлично нивелирует тоже от ворсинок все неровности и делает градиент прям, знаете, вот очень красивым, очень плавым. Даже если вы его чуть-чуть где-то схалтурили. Поэтому присмотритесь к нему. Так, прихватили. И дальше мы с вами будем работать джемти-клер. Будем работать джемти. Это у нас объемный гель для каких-то объемных штучек без остаточной липкости. Я набираю линеарной кисточкой 5.0 на кисточку. И смотрите, не сильно ворсом тяну, а как бы вытягиваю. Вытягиваю по поверхности, чтобы он у меня был барельефный. Вот как раз это дает вам очень хорошую такую барельефность, которая видно, что вы сделали специально, а не то, что вы выравнивали, и у вас не выравнился ноготь. То есть вот в таких вот дизайнах очень важно, девчонки, сделать так, чтобы у вас вот эти жгутики, они прям четко читались. И джемти для этого как раз идеальный вообще вариант. Во-первых, он без липкости высыхает, на него можно делать втирку. Если вы это будете делать просто топом, без остаточной липкости, он у вас будет растекаться. И будет такое ощущение, что вы просто поверхность плохо выровняли. А вот именно вот такими вот жгутами, и видите, я рисую уже пятый жгутик, у меня никуда не растекается остальное. То есть где у меня лежит жгутик, там он у меня и лежит. Вот это вот волшебная суперсила джемти как раз она нам в этом очень сильно поможет. В этом дизайне, я имею в виду. Сильно прям много не надо брать. И можно рисовать абсолютно любой орнамент, какой вы посчитаете нужным. То есть может быть у вас будет орнамент там другого плана, да, может быть он будет как-то закручиваться, или как ракушка быть в одну сторону, например, какой-то жемчужинке, или еще что-нибудь, что вы придумаете. Тут все зависит от вашей фантазии, того, как вы это расположите. Ну все, в таком виде я это отправляю сушиться хорошенечко, прямо на две минутки. Так, что мы сделаем здесь? Здесь мы с вами берем текласс. Здесь мы с вами возьмем текласс и возьмем капельку текласса. Будем рисовать ей на матовой поверхности. Также линеарная кисточка 5.0 у нас будет. Здесь мы берем и рисуем вот такую вот асимметричную лунку. И из нее нам нужно четко вертикально спустить капельки, как будто у нас эта лунка потекла куда-то. Чередуйте длинные капельки с коротенькими капельками. Сейчас я буду их, когда уже втиркой делать, они будут более четко видны. Можно так, чтобы они заканчивались прямо капелькой. можно делать так, чтобы они заканчивались просто стеканием таким. Вот такая штучка стекающая. Сушим. Так, все хорошенечко просушиваем. И у нас дальше идет втирка. Втирки у нас есть разные. У нас есть пигменты полупрозрачные, пыль полупрозрачная, да, втирки неоновые, плотные. Есть хамелеоны, есть другие пигменты. Вот как раз я буду работать призмой сейчас. Очень красиво хвост русалки, особенно вот на такие градиентные ногти. Очень будет красиво тоже, потому что они переливаются еще дополнительными цветами. атласные неплохо будет тоже смотреться. Шелковая втирка очень красиво будет смотреться. Да все, в принципе, знаете, вот все втирочки, бриллиант тоже прикольно будет смотреться. Такая стальная будет, да. Вот эти все полупрозрачные тоже. Классно. То есть на такие дизайны у вас ляжет, в принципе, прикольно любая втирка. Каждый даст свой эффект, потому что если это более плотные оттенки, то они закроют вам градиенты. Там вообще можно не стараться, но все равно будет отлив разный. На разных цветах у пигментов всегда разный отлив. Если это, например, шелковая, да, втирка, атласная, хвост русалки, не полупрозрачный, не такие, как, допустим, бриллиант, он забивает практически полностью наглухо, но все равно сквозь него оттенок читается. Поэтому вы, когда будете подбирать, вы постарайтесь понимать, на каком цвете будет какой эффект. То есть, конечно, лучше всего, чтобы это не был сюрприз в студию, вам попробовать, на каком цвете вы будете делать. Может быть, сделать для клиента какой-нибудь образец, да, из нескольких цветов в вашей палитре, чтобы понимать, какой будет эффект по итогу. Так, беру мой первый типсик, и у меня здесь будет как раз атласная птирочка. Она придаст жемчужный вот такой вот отлив моему дизайну, но цвет она оставит. То есть, он у меня будет и жемчужный, видите, но цвет у меня все равно будет. И вот под птиркой любой градиент у вас, в принципе, будет смотреться очень даже красиво. поэтому тут вам нужно как бы стараться, да, но в принципе, если вы где-то чуть-чуть схалтурите, не будет так сильно заметно. Чем больше вот этот блеск, у меня сейчас здесь шелковая, то есть, она такой дает отлив шелковый, красивый, жемчужный. Но если у вас будет, например, золотистая, это у меня сейчас была вот до этого, у меня была 174-я, она, видите, другой эффект дает, она более такой вот мерцающий эффект. То есть, смотря, какое вы хотите добиться по итогу, вы хотите, чтобы прямо был блеск там до умопоморочения, или вы хотите, чтобы вот этот рельеф весь просто очень сильно подчеркнулся, да, и мы все это перекрываем теклосом, можно также ультрашайном перекрыть, то есть, любым топом безостаточной липкости, и старайтесь не заливать прям вот горкой, да, а именно перекрывать, подчеркивая барельефность. То есть, вам нужно покрыть, покрыть, и потом практически полусухой кистью подснять весь этот материал, чтобы не забивать барельеф. желательно, что от частички пигмента, чтобы в банку не осели, вытирайте излишки об салфеточку. Вот. Смотрите, какая получилась прикольная штуковина, да, она вся такая вот рельефная, переливается перламутром. видите, здесь отлив больше, но меньше, как бы, немножко стирается рельефность за блеском, а вот здесь вот блеска меньше, но зато рельеф больше читается. Сушим. так, что делаем тут? Тут мы берем с вами пигмент призма и втираем его. Ничего я боялась, что что-то пойдет не так. Пересушила ее немножко, пока болтала, лучше, конечно, по одному ногтю делать, либо, подождите, сейчас еще, возможно, что перчатка плохо втирается. Да, перчатка просто плохо втирается. Смотрите, сейчас у меня матовый топ, да, поэтому у меня частички пигмента, они сейчас такое ощущение, что затерлись просто везде катастрофически, да, но на самом деле, когда мы с вами стряхнем все это с матового топа, у нас там останется абсолютно поверхность видите, где я побольше стряхиваю, там уже проглядывает цвет нормальный, поэтому нужно максимально стряхнуть все, что вы лишнее сделали, но чтобы у вас проглядывались вот эти капли, потому что сейчас нам очень важно их с вами закрепить и когда мы их просушим и пройдемся щеточкой, у нас останется вот эта радуга только на нашем подтеке, а на всем остальном она исчезнет, поэтому сейчас берем опять т-класс и теперь проходимся только опять вот по нашей подтекающей штуковине, стараемся не пропускать участки, можно периодически просушивать или фиксировать хотя бы по несколько секунд в лампе что я сейчас и сделаю здесь у нас все подсохло здесь у нас дизайн готовый все, несколько секунд зафиксировали и продолжаем там, где остановились доделываем последняя капелька у меня осталась и тут свисающая здесь у меня слилось ладно, сушим все, теперь окончательно хорошенечко просушиваем и нам нужна будет с вами либо салфеточка либо щеточка у меня щеточка и мы сейчас щеточкой с вами после просушки остатки пигмента сотрем я обычно когда делаю втирку я подкладываю на стол салфетку бумажную чтобы у меня все частички втирки излишние они скатывались на салфеточку здесь мы делали с вами на темном фоне ой на светлом фоне вот еще пробовала то же самое делать на более темном фоне это может быть на осень такая история все у нас подсохло так что-то нет что-то у меня девчонки подрастекло смотрите у меня вот здесь вот я промазывала джемте на самом деле хорошо что тут такая история случилась здесь я промазывала джемте и джемте не растекается видите все потеки получились очень такие четкие да а здесь сделала сейчас подумала что джемте возможно не так хорошо почему-то ляжет решила заменить на текласс но фокус не удался все-таки джемте это делать намного лучше давайте быстренько сделаем еще один типсик например да чтобы 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 эту историю зафиксировать так сейчас подсушим также покроем матовым топом по частичкам пигмента подтек текласс и получилось кликсообразно некрасиво неаккуратно и вообще какой-то липок нехороший так вельвет топ делаем самом деле делать это достаточно быстро просто я долго болтаю еще пока вам рассказываю еще раз доказывает что не надо никаких изобретений все что делается делается по отрепетированному сценарию без каких-то внезапных нововведений давайте вот так сделаем послушаем так вот это сейчас нужно хорошенечко просвещать так что мы с вами можем делать давайте порисуем пока хорошенько все посвихает какие можем делать с вами узоры какие можем делать узоры например на ноготочке вы можете сделать все в одну точку очень популярно видно часто в интернете когда все жгутики проходят в одну точку и здесь например располагается жемчужинка это может быть на кончике и так же может быть наоборот в зоне кутику и кутику и все жгутики которые мы делали на этом тип идут в одну точку далее вы можете расположить каким-либо способом по спирали допустим закрутить какую-то вот такую штуку и к ней уже добавить еще жгутиков как будто это большая такая вот ракушка закрученная также вы можете сделать не такие как я делала все они вот такие вот будут в одну сторону но более волнообразные вот такой вот видела дизайн часто волнообразный но здесь как раз нужно обязательно соблюсти вот эту вот барельефность жгута чтобы у вас вот это не выглядело как неровный ноготь а если мы говорим о такой висюльке как вот такой вот радужной то она круче всего смотрится конечно вот в таком вот виде когда она стекает капельками и потихонечку с разных сторон очень классно если например она так же стекает но допустим от середины ногти у меня например на ногти она стекает повторяет френч еще раз где-то от зоны френч она может у вас стекать можно так же сделать прикольно знаете как получится если например у вас вот здесь вот такой более менее ровный квадратик и вдруг с одной стороны он потек как будто бы как будто с него капелька стекает с одной стороны расплавился под солнышком тоже будет очень классно смотреться то есть представьте у вас будет матовый ноготь и вдруг такая вот радужная вставка и она немножко подтекла берем втирку вот тут как раз намного лучше видно там у меня просто немного пигмент очень взяла и было очень еще плохо видно здесь намного лучше видно где у меня мои капельки и я сейчас как раз джемте их продублирую чтобы они у меня были и более выпуклые и чтобы джемте так не растекался как теклос почему нельзя смахнуть сейчас остатки излишки девочки потому что если вы сейчас излишки смахнете пигмента то вы его также щеточкой счешите с вашего рисунка если у вас он не останется на рисунке частички пигмента также с рисунка у вас удаляться поэтому его нужно именно счищать когда уже вы просушите вот эту часть которую мы сейчас сделаем когда вы закрепите пигмент джемте сейчас смотрите вот здесь у меня толсто получилось я сейчас проложу жгутик потоньше и у меня излишки потом счешутся и будет более аккуратная вот эта подтикушка сушим джемте хорошо нужно просушить поэтому пока он сушится давайте мы еще разочек с вами подумаем что мы можем сделать еще да как можем еще расположить очень классно получится если вы например сделаете разделение допустим на два цвета и вот здесь у вас пойдет тоже такая вставочка и допустим этот цвет по второму цвету будет вот такая вот подтекушка пойдет и допустим из-под кутикулы еще немножко то есть как будто у вас из-под кутикулы вытекает эта радужная вставочка также с разделением будет классно если у вас здесь например будет луночка когда у вас два цвета идет и лунка у вас контрастного оттенка вы можете сделать вот здесь вот как раз тоже такую вот потекушку от луночки да как будто из-под луночки она потекла если у вас например просто однотонный ноготь вы можете то же самое сделать попробовать в зоне кутикулы и допустим на другой бачок тоже такую стекающую штуковину тоже будет прикольно короче с этим можно крутиться вертеться как прям вот вам захочется и придумывать новые новые варианты вот можно даже не щеткой можно прямо клинером протереть хорошенечко да и у нас все что с джемте все что с джемте у нас останется пигмент на месте а все что у нас было не промазано джемте пигмент не закрепился и все и он стерся у нас это я прохожусь просто лаком чтобы еще больше блестело и переливалось и получается вот такая вот рельефная радужная стекающая вставочка ну вот да сравните что с джемте мы поработали а что с теклосом конечно с теклосом я зря тут решила поменять свои планы явно но зато я вам показала как важно делать именно тем материалом который в мастер-классе да бывает очень часто пишут а можно заменить им пасту а можно заменить то а можно заменить все вот пожалуйста даже человек который умеет рисовать что-то заменил вдруг в ходе мастер-класса и видите к чему это привело ни к чему хорошему поэтому лучше лучше пока просто и то безлипкости и это безлипкость то есть я объясню почему я заменила и это безлипкости и то безлипкости но джемте он очень густой а текласс жидкий и поэтому получилось так что текласс потек меня по частичкам пигмента и получилась вот такая вот клякса так что не повторяйте моих ошибок вы их посмотрели и будем учиться на чужих ошибках своих делать не будем ну что ж смотрите вот такие у нас красавючие получились штуковины я думаю что они вам по-любому пригодятся сейчас мы это все еще зафоткаем и выложим на обложку да давайте еще вот так вот посмотрим на светлом фоне видите получше играет радужная вставочка да на темном чуть меньше она видна но это опять же из разряда к чему у вас подготовлен клиент хочет он чтобы это выделялось или он хочет чтобы это было так прямо нюансно чуть-чуть и понемножечку ну а это вообще такая прямо интересная штуковина как будто ты часть ракушки прикрепил себе на ногти надеюсь было вам полезно до встречи в новых эфирах я вас люблю обнимаю каждую пока пока